Участники ветеранских организаций воинов-интернационалистов уже не первый год занимаются военно-патриотической работой. С начала специальной операции их деятельность стала еще более активной. В частности, теперь ветераны-афганцы также организовали сбор помощи для тех, кто на передовой, и передают свой опыт действующим военнослужащим, защищающим интересы нашей страны. Еще раз хочу всех воинов-афганцев поздравить с очередной годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Пожелать им, прежде всего, здоровья, бодрости духа и поблагодарить за ту большую работу, которую они делают сегодня. Одна из инициатив ветеранов-афганцев – создание центра по патриотической работе на территории бывшего 108-го завода в районе улицы Токарева. Несколько лет назад участок с несколькими обветшавшими постройками был выделен общественным организациям в пользование, но его полноценное обустройство требует немалых вложений. В этом центре будет целый комплекс работы с молодежью патриотической. Это и военно-спортивная работа, и музейная работа, и прикладная, в том числе и профориентация. Это будет такая база, где общественные организации смогут вести свою деятельность. И здание, и земельный участок в городской собственности. Поэтому в ближайшее время посмотрим, какую программу можно включить. Думаю, это очень актуальный проект, который сегодня городу нужен. На встрече обсудили и более частные, но не менее важные вопросы. Более 20 воинов-афганцев сегодня находятся в очереди на жильё. Актуальной для многих участников боевых действий остаётся и реализация права на льготную аренду земельного участка. Это и вопрос обеспечения земельными участками ветеранов боевых действий. Почти у всех, естественно, есть статус ветеранов боевых действий, но право получать земельный участок в аренду не у всех до сих пор реализовано. Наиболее больной вопрос – это то, что после 2014 года те, кто стоял в отдельной очереди из воинов-афганцев, попали в общую очередь. Некоторые оказались в очереди на двухтысячных, трёхтысячных позициях и так далее. Этот вопрос, конечно, не просто будет решаться. Тут нужна работа всех наших представителей на федеральном уровне. Постараемся здесь тоже поработать в этом направлении. Полина Галушка, Дмитрий Лелека, Севенформбюро.